Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Глава Республики Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов страны под председательством президента России Владимира Путина. От Карачаева-Черкесии в совещании приняли участие также члены правительства. Глава государства принял важные решения для каждого жителя страны, направленные на поддержку населения и бизнеса для обеспечения социально-экономической стабильности регионов. Это увеличение мурот, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, соцвыплат, пособий и пенсий. Также дополнительно будут проработаны меры поддержки семей с детьми, людей, оставшихся без работы. Рассмотрен также комплекс антикризисных мероприятий, мер поддержки бизнеса и системообразующих предприятий. Спецоперация на Украине является лишь видимой частью глобального геополитического противостояния России и Запада. Восемь лет гибли мирные люди. Этому нужно было положить конец. Своё отношение ко всему происходящему высказал директор Чапаевской средней общеобразовательной школы имени Исмаила Хачирова Ачимец Молсюгенов. Восемь лет люди живут под непрерывной бомбёжкой, артиллерийским обстрелом. Погибают люди, погибают дети, женщины, старики. Люди не могут выйти, пойти по улице по своим делам нормально. День и ночь жить в подвале, в сырости, в холоде – это немыслимо. Это не может так продолжаться. Тем более, что огромное количество жителей Донбасса и Луганска приняли российское гражданство. Если бы сегодня Россия не приняла бы такие шаги, то непонятно бы было, как к этому относиться. А так, все этого ждали. Лично я ждал того, что когда всё-таки Россия предпримет шаги к освобождению Донбасса и Луганска. Я всецело поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина о введении вот этой специальной воинской операции для того, чтобы освободить украинскую братскую республику от фашистствующих, нацистских вот таких боевиков. Идеология которой, к сожалению, к великому сожалению, была принята и украинским руководством. По всей России проходит масштабная акция «Своих не бросаем». С первых дней её символом стала буква «З», которой помечена российская военная техника. Теперь Россия использует этот символ в качестве хэштега в соцсетях. Наносят его на машины. А Карачаево-Черкесию букву «З» теперь можно увидеть и на бурках всадников. Жители Карачаевского района на лошадях карачаевской породы присоединились к акции «Своих не бросаем». Участники выразили единодушную поддержку действиям российской армии в рамках специальной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик. Подготовка будущих офицерских кадров для войск Национальной гвардии России сегодня ведется в нескольких образовательных заведениях, расположенных в разных регионах страны. Они различаются между собой наборами изучаемых профильных дисциплин и профессиональных специализаций. Начальник отдела вне ведомственной охраны Карачаевска Керим Богатырев на встрече с учениками одной из школ Карачаевска рассказал о тонкостях поступления в институты, где готовят кадровый состав войск Росгвардии России. Фатима Даурова подробнее. Начальник ОВО Карачаевска, управление Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Керим Богатырев сегодня выступает в роли лектора. Слушатели – ученики старших классов четвертой школы, потенциальные абитуренты военных вузов Росгвардии. Офицер рассказал ребятам о том, как работают институты федеральной службы войск Национальной гвардии, о преимуществах, которые они предоставляют, если их выбрать в качестве альма-матер. Аудитория оказалась отзывчивой. Рассказчика так и закидали вопросами. Что такое военная ипотека? «Прослужив 10 лет, вы вступаете в военную ипотеку. То есть вы платите 1%, остальное платит государство». Гость также рассказал об условиях проживания курсантов, обеспечении питанием, обмундированием, всеми необходимыми учебниками, пособиями и денежным довольствием по установленным нормам. По завершении обучения военнослужащие получают первое офицерское звание лейтенант и государственный диплом о высшем образовании по выбранной специальности. Дети заинтересованы. Раньше такого не было. И сегодня, благодаря нашему руководству, эта возможность появилась, что не надо искать, как поступить в военные институты. Куда идти, где они есть. Сегодня двери Росгвардии, как уже первоначально я подчеркнул, они открыты. Эти военные институты есть и эти военные институты ждут наших ребят. А ребята, да, появилась у них заинтересована. Вы же видели, в их глазах горела искра. Это я заметил. Керим Богатырев отметил, что выпускники военных институтов в войск национальной гвардии становятся профессионалами своего дела, специалистами в области вооружения и военной техники. В подтверждение своих слов он привел в пример личный состав ведомства. Молодым ребятам предоставилась возможность примерки особого военного снаряжения, так сказать, почувствовать на себе солдатское обмундирование. Довольно комфортно, он удобный, не такой уж и тяжелый. Чувствую, что пуля вряд ли пролетит. А в каске? В каске тоже, ничто не прилетит в голову, думаешь. Тяжесть бронежилета испытала и директор учебного заведения Ирина Кумукова, которая не смогла остаться в стороне. Легкая, правда? Замечательно, замечательно. Очень даже. Такое ощущение, что безопасность и знаешь, что обязательно защити свою страну. Да, если вы смогли бы чуть пробежаться в нем? Касканзар. Я думаю, что да. Если надо страну, родину защищать, побежишь в бронежилете и во всем остальном, чтобы на тебя не надели. Для того, чтобы стать абитурентом, необходимо представить заявление в военный комиссариат по месту жительства с указанием выбранного института. Профориентационные встречи росгвардейцев пройдут во всех образовательных учреждениях республики. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибока. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаевск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 44 812 человек. Из них 39 670 выздоровели, 82 человека госпитализированы. МЧС предупреждает. В горах Карачаева-Черкесии выше 1500 метров лавина опасна. Более полную картину погоды узнаем от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночи минус 9-14. В горах до 19 градусов мороза, а днем 0-5. И местами до минус 11. На дорогах гололедится. В Черкесии небольшой снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 11-13. Днем 1-3 ниже нуля. И на дорогах гололедится. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесске на базе 18-й гимназии стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2022». Как соревнуются лучшие в одной из важных профессий, расскажет Ахмат Халкечев. В этом году на муниципальный этап вышли 14 участников, которые уже подтвердили уровень своей исключительной компетентности на внутришкольных этапах. Первое испытание называется «Методическая мастерская». В полуфинале участники проведут конкурсный урок. Ну а в финале, куда пройдут шестеро, будет классный час. В составе компетентного жюри исключительно педагоги-профессионалы, представители практически всех общеобразовательных учреждений республиканской столицы. «Участие в конкурсе, во-первых, дают накопить побольше опыта именно в сфере нашей работы. То есть не только показать себя и свою копилочку принести на этот конкурс, но и посмотреть на других конкурсантов, послушать их и принять для себя какие-то тоже выводы сделать». Муниципальный этап продлится до 25 марта, ну а республиканский стартует в апреле. Победитель регионального этапа и поедет осенью представлять регион на всероссийском уровне. «Это самый приоритетный конкурс. Вообще всегда на заключительном этапе с финалистами всегда встречается президент Российской Федерации. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы представитель с города Черкеска не просто занял региональный этап, стал победителем, но мы стали бы победителями на заключительном этапе. К сожалению, от Карачаева Черкесии пока победителей не было. То есть, смотрите, если на заключительном этапе наш представитель набирает, побеждает, то заключительный этап проходит именно в регионе победителя». Уже два года подряд победители муниципального этапа в Черкесии подтверждают звание лучшего и на уровне республиканском. Обращаясь к участникам, руководитель управления образованием мэрии Черкеска Сусана Калмыкова подчеркнула, что сильно рассчитывает на продолжение этой традиции. «Мне бы хотелось, чтобы в этом году мы также выглядели достойно, а самое главное, также достойно выглядели на заключительном этапе Учитель года 2020 года». В течение последних четырех лет по инициативе депутатов Горского Заксобрания Республиканской столицы победитель и призер муниципального этапа в Черкесии, помимо всеобщего признания, получает еще и ощутимую денежную премию. Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева Черкесия. «Плохая жена и гостью не рада». Пример о спектаклях с акцентом на семейные ценности прошла в Доме культуры Аула Хабец. Главной роли исполнили депутанты актерского мастерства, работники районного отдела культуры. На шумной премьере любительского театра с вектором на профессиональной побывала Фатима Даурова. Тем временем за кулисами витает легкий флер волнения. До начала премьеры осталось совсем немного. Кто-то повторяет свои диалоги, вышагивая нервно вперед-назад, а кто и высматривает через проем в декорациях все ли места, занятые зрителями. Для пятерых актеров, занятых в спектакле, это дебютный выход на сцену. Каждый из них, хоть и имеет отношение по роду своей профессии к творчеству, но здесь они впервые выступают в роли театральных актеров. Например, Руслан и Расул Тхакумашевы зрителю знакомы как исполнители эстрадных песен. На сцену выходил очень много раз, не в качестве актера, а в качестве как певца. Всегда волнение присутствует, но сегодня волнение вообще катастрофическое. Артур Кедокоев – народный артист Карачаева-Черкесии, режиссер постановки и в этот раз выступил в роли сценариста. На собственный риск сочинил спектакль. Шумный, броский, с тонким юмором, понятным всем. Творческий замысел режиссера воплощается на сцене через оформление, свет, музыку, актерскую игру. Спектакль напоминает нам об истинных семейных ценностях, уважении и преданности друг другу, умению вместе преодолевать трудности. Связь поколений, взаимоотношения между старшими, младшими, о наших обычаях, традициях, что многое уходит, многое забывается, теряется, чтобы этого не было. Спектакль раскрывает зрителю величие семейных ценностей через призму юмора и показывает нам, что же будет в семьях, если забудут об уважении к старшим, согласии, любви, традициях и обычаях народа. Герои живут своей ролью, не вызывая при этом ни малейшей мысли, что постановка проходит в театре. Творческий тандем режиссера и актеров не оставил равнодушным никого. Люди соскучились по простым моментам, по возможности улыбаться, а актеры с отличием справились со своей задачей. Впечатления очень разнообразные, потому что, конечно, в первую очередь это отличная постановка с театральной, профессиональной точки зрения здесь все великолепно. Игра актеров, и сценарий, и режиссура постановка, музыка отлично, все заставляет полтора часа не отрываться вообще от сцены. Но в то же время, и это еще важнее, посылы, смыслы, которые вложены сценаристом, режиссером, это самое ценное в этом спектакле. Сегодня артисты на самом деле сумели показать, хоть они и сказали непрофессиональные, но они очень хорошо сыграли каждую свою роль. Я хочу их поздравить, их выступление состоялось. Я думаю, это не первое и не последнее. Мы ждем от них теперь дальнейших выступлений. И не зря ждут. Новоявленные актеры только вошли в раж, почувствовали сценическую магию и громкие овации при полном аншлаге. У творческого коллектива далеко идущие планы. Как только пройдут гастроли по аулам района, они примутся за постановку нового спектакля. У режиссера уже есть определенные задумки. Редактор субтитров А.Семкин